В технопарке прошел открытый республиканский чемпионат гонка дронов. Состязания по скоростному прохождению трассы квадрокоптерами приняли участие ребята из образовательных центров «Точка роста». Дроны или беспилотные летательные аппараты используются для съемки и других воздушных работ, но отлично подходят и для соревнований. Для технопарка «Кванториум» это первый опыт. На мероприятие приехали дети со всей республики. В двух возрастных группах набралось более 30 участников. После квалификационных состязаний в финальном этапе в каждом из полетов участвовали одновременно два квадрокоптера. Победитель проходил следующий раунд. Проигравший заканчивал свое участие в соревнованиях. Детям очень интересно. Они с удовольствием тренируются и в школе. И вот сейчас они сегодня соревнуются здесь очень довольны и в дальнейшем хотят участвовать. Финалистов определяли по гонке до трех побед. Владимиру Крылову приходилось совмещать тренировку с подготовкой к экзаменам. Но, несмотря на это, он финишировал первым в своей возрастной группе. Готовился я примерно полгода после уроков. Нас в школе соуродили специальную маленькую площадку, где мы по возможности отрабатывали все методы полета. Со стороны кажется, что управлять дроном легко. Однако новичку может потребоваться немало времени, чтобы набить руку. Влево-вправо, как положено. Влево-вправо. Значит, вверх-вниз, вперед-назад, влево-право. А вот если вот так сделать, он будет на месте разворачиваться в эту сторону или в эту сторону. Понятно? Чтобы летающий робот правильно выполнял команды, нужно знать устройства и принципы работы. Владеть языком программирования. Конечно, можно просто поднять дром в воздух. Но это неинтересно. Гораздо важнее найти с ним взаимопонимание. Мы хотим расширить, уже включить в программу программирование. То есть не просто гонка будет, а ребята напишут программу на компьютере, на языке Python или Java, там все что угодно. И мы уже посмотрим, как они ее написали и что квадрокоптер исполнит в их написании. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика.